Друзья, дешёвые игры только на cheapgames.ru. Например, купив Platinum Steam Random Cake, можешь получить GTA 5 всего за 74 рубля. А также Sims 4, Far Cry 4, Battlefield 3 и много чего хорошего за копейки. Cheapgames.ru, ссылка в описании. Привет, друзья, это видео мои покупки. У меня новые покупочки, я сейчас вам их покажу. Это правда не Бобоблок, конечно, получается, скорее мужеблок. Ну давайте посмотрим покупочки. Прежде всего я хотел порадовать свой Lenovo i500. Дело в том, что он довольно адово тормозит, он сам по себе мощный. Тут у него где-то и Core i7, и GeForce. В общем он мощный, 16 гигов памяти, но, блин, он адски тормозит из винчестера. Поэтому я ему купил сегодня вот эту замечательную штуку. Intel SSD Drive. И воткну его вместо штатного винчестера. Но поскольку там винчестер терабайтный, он всё-таки нужен, я купил вот такую прикольную штуку. Называется переходник для того, чтобы ставить винчестер вместо CD-ROM. Вынимается CD-ROM, ставит сюда вот эту вот приблудину, и в неё ставится винчестер. Вот таким вот образом. И чтобы не обижался большой компьютер, я ему, конечно, купил вот такую замечательную оперативную память HyperX 16 гигов. Теперь у меня будет 32 гига. Не знаю зачем, но, блин, прикольно. А здесь ещё такой вот накопитель на 4TB. Это я специально купил, потому что у меня закончилось место на моём 2-х терабайтном винче. Потому что слишком много видосов. Видосы весят, как вы знаете, немало. И теперь будет аж 4TB, и это будет здорово. Если это кому-то интересно, то вот таким образом выглядит этот винчестер. Это небольшой обзор. 4TB. Здесь маленькая-маленькая такая еле заметная лампочка. Она загорается синим, когда он включен. Он подключается к USB 3.0 и к питанию. Потому что всё-таки большой винчестер, его USB питания не хватает. У него своё отдельное питание. Я уже пробовал его подключать, он работает. В общем-то, тут ничего особенного. Просто винчестер, поэтому не знаю, что тут можно обозреть. Ну, и USB 3.0 скорость приличная. Так что скину сюда всё говно с диска E, и будет у меня нормально. Ну что, ребят, предлагаю пошаманить. Точнее, предлагаю посмотреть, как я шаманю. Не знаю, почему многим почему-то нравится смотреть такие ролики. Во-первых, надо сперва из ноутбука вынимать батарею. Иначе он может случайно включиться, и ему может настать полный и безоговорочный абзац. И надо закрыть окно, а тут дует. Так, купил я сегодня какие-то китайские отверточки. Ух ты, ух ты, они, смотрите, поднимаются. Круто-круто, пинцет даже есть, вообще шикардос. Так, тут у нас какая? Обычная крестовая. Хорошо, а как вынуть отвертку оттуда? Эм, эм, финцетом? Здорово. Но не очень. Ладно, попробуем. Сколько тут много винтиков-то? Ой, какой низкий стул. Ну ладно. Винтики надо куда-то сразу складывать, а то они про E потеряются. Окей. Никогда ещё не разбирал этот ноутбук. Так, где у него привод? Привод вот здесь. Такое ощущение, что он вынимается без разбора. А может и с разбором. Будем всё равно раскручивать. Что-то как-то не очень. Не очень раскручивается. Отвертка толстоватая, что ли. Потом сейчас поищем. Во, вот это больше похоже на правду. Годидзе. Такие большие винты, длинные. А это что? А это радиаторная панель. Ладно, тоже откручиваем. Всё, сейчас открутием. Всё, открутием. Может шуруповёртом. Воу-воу-воу. Полегче винтик. Так, вроде бы все винтики. А нет, не все. Огонь. Огонь. Крышку сняли, но... Что тут не очень-то куда подлезть. А, ну винчестер мы уже видим. Вот он. Оперативка, вай-фай, я так понимаю. Ух ты, какой-то пустой слотик. Пустой, интересно. Что-то можно ещё воткнуть. Хотя я не знаю, что в него можно ещё воткнуть. Он нафарширован, да нельзя. Вентилятор. Трубки такие мощные. Прям вообще огонь. Ну что ж. Давайте снимем винчестер. Нам всё равно придётся его переставлять в другой бокс. Поэтому мы его просто вынимаем. Я однажды сломал так винчестер, когда вынимал. Не помню, что именно я с ним сделал, но как-то я его сломал. А, это, видимо... Не знаю, что это такое. На него какая-то фольга налеплена. Точнее, не фольга. Это полиэтиленовая фольга. Видимо, это какая-то гарантия. Может, или хрен узнает. В общем, винчестер тоже надо выкрутить. Эй-эй-эй-эй. Другой отсек. Винчестер надо снять с салазок. И поставить вместо него наш SSD накопитель. У меня, кстати, был однажды ноутбук i7. У него было таких две дырки. Два слота под винчестеры. То есть, предусматривала модель установку еще одного винчестера без вот этой приблуды с заменой CD-ROM. Хотя, в общем-то, может быть, зря я занялся откручиванием винчестера. Я же еще не посмотрел, влезает ли мой переходник. Потому что, если он не влезет, будет очень здорово. Ну, ладно, ничего страшного. Ладно, оставлю пока так. Не буду ничего делать. Буду пытаться снять CD-ROM. Снять CD-ROM, снять CD-ROM. Хрен его мама знает, как это сделать. А, ну, очевидно, вот здесь он крепится. Нет, что-то он не вынимается пока что. Пока что не вынимается. Вот это что такое черное наклеено? Не понимаю. Тоже какая-то гарантийная херня, что ли? Откреплю ее. Не думаю, что она несет какую-то полезную нагрузку. Гарантия-то, наверное, кончилась уже сколько? Полтора года скоро. Или два даже уже. Старенький ноутбук довольно-таки. Но крутой для своего времени был он вообще самым огнем. Сейчас, конечно, уже есть, наверное, помощнее модели. Однако, там, по-моему, 3770 QM процессор. Что, весьма круто. Давай ты, тварюга. Отодрал я эту наклейку. Под ней нет ничего. Зачем она была сделана? Оп. Еще какой-то маленький лок. Вот здесь. Выключатель, закрывашка. Нет. Видимо, я что-то не так делаю. Видимо, сидером вынимается со стороны клавы. Ну что ж, посмотрим, что у нас со стороны клавы. Хотя, знаете, как-то глупо сидером со стороны клавы вынимать. Мне кажется, это какой-то бред. Чё-то ни хрена. Не снимается она просто вверх. Вот чем я ненавижу ноутбуки, так это тем, что их хер разберешь. Да, все оказалось действительно куда проще. Я плохо потянул. Но вот этот именно переключатель вынимает сиди-привод. И вот я его извлек. Ну что ж, внешне он, честно говоря, напоминает вот этот. Вот этот мой сиди-привод фейковый. Ну-ка, ну-ка. Даже отверточки в комплекте есть. Да, действительно похож. Один в один. Но тут есть какая-то пластиковая хрень, которую надо... Видимо, скрутить и прикрутить на наш привод искусственный. Так что откручиваем. Да, внимательно, мелкий винтик. Мелкий ублюдок. Все, можно снимать. Так. Нет, что-то еще не снимается. Вон там еще винтик. Господи, да и не подлезть. Нет, подлез. Подлез. Огонь. Все. Сняли. Я надеюсь, тут такой же набор винтиков. Здесь дырка, здесь дырка. Да. Эти штуки совершенно идентичны. Поэтому... Черт возьми, нет. Она, по-моему, потолще немножко. Блин. Она потолще, реально. Она реально намного потолще. Она, наверное, и не влезет за счет этого. Блин. Да, что-то она не хочет влезать-то. Так что, что-то я, по-моему, рановато губу-то раскатал на SSD-шник. Хотя, знаете, на вид очень похоже. И вот эта прорезь по ширине тоже такая. Такое ощущение, что там специально поставили заниженный таз. Заниженный сидерон. Эх! Нет, не влезает. Поговорит и не влезает. Твою мать! Эх! Вот дерьмо. Хотя, знаете, вообще влезает. Я вроде знаю, это нормально, что я его так на тугость такой запихал. Но он влез. Интересно, воткнулся в разъем? По-моему, да. Может быть, вот эти вот крепления были сделаны для того, чтобы он поширше был. Надо как-то теперь узнать, будет ли это работать. Ну, давайте воткнем смеху ради туда этот же самый SSD-шник. И просто запустим компьютер, запустим BIOS, посмотрим, определяется он как-нибудь там или нет. Да. А это как туда засунуть? А, вот это вынимается. Ставится винчестер. Воткнулся. Шпок. Воткнулся. И заглушка. Правильно? А, теперь заглушка не влезает. Здорово. Вот китайские переходники делают такие, блин, корявые. Бля! Ну, давай ты, собака! Оп! Поплотнее засунули. О! Воткнулся. Аллилуйя! Ладно, пихаем сидячок. Ух, надеюсь, что он заработает. Что-то не хочет. Там что-то застряло, что ли? А, ребята? Какие-то дурацкие накладки там, конечно, вот эти, не знаю, зачем они сделаны. Уплотнительные. Но вроде там ничего не застревает. Так что должен он меткнуться хорошо. Ещё раз попыточка два. Ну, по идее, вот так. Давайте включим, посмотрим. Всё ли у нас хорошо, находится ли этот диск. Посмотрим. Посмотрим. Окей. ИЕ-нетворк. ИЕ-нетворк. Короче говоря, по IP-шнику нет. Можем я просто в BIOS войти? И посмотреть в BIOS. Ладно. Походу, совсем без винчестера он выпускаться не хочет, поэтому верну ему назад. Его штатный винчестер. Всё, нормально. Воткнули родной винчестер. Ставим батарею. Пробуем запуститься. Ну, по крайней мере, показывает надпись Lenovo. И то хорошо. Ой-ой-ой, винду запускает. Хотя, можно было в винде посмотреть. F2, Delete. Как там войти-то? В BIOS. Вон, вошёл. Значит, вон. Hard Disk. Seagate. Только вот этот Seagate, да? Хм. Не видно здесь, конечно, конфигурация этого диска. Да, не видно, короче, этого винчестера. И этого херова. Короче, единственный способ, как засунуть винчестер туда, я нашёл это выловать из этой коробочки переходник. Воткнуть его и с помощью ручки забить его в гнездо. Вот он вроде держится. Очень плохо, конечно. Его придётся чем-то тут подклеивать, чтобы он не болтался. Но для испытания, наверное, пойдёт. Давайте попробуем запустить. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Заработал. Мой самопальный выходник-перекодник работает. Блин, проводов не хватает. Всё как достало. Ну что ж, теперь дело за малым. Разумеется, поменять местами наши привода. Так, вот как этот достать оттуда? Хрен его мам знает теперь. Приклеим там. Ну ладно. Всегда есть ножик. Ножик без головы и ёжиков. Давай, давай, давай. Оп, отрезали. Умничка. А то не знаю, не умею. Умничка. Ты такой у меня молодечек. Так, всё, снялся в порно. Всё, винчестер. Внимаем. Внимаем. Теперь бы мне вынуть этот осоздающник оттуда, блин. Я его туда забил чуть ли не молотком. Нет, смотрите, вынулся. Довольно легко. Вот такой переходничок. Прямо вот так вот я его и втыкал. Но надо его там будет, правда, зафиксить. Клеем, наверное. Чтоб он там не болтался. Эх, что только не сделаешь ради производительности. Санам, обидеть, а как у тебя вынуть? Вот так. Так, давай. Давай, кисонька. Ещё капельку. Вот, молодец. Теперь ты. Иди сюда. Вот. Ты у нас, значит, есть. Intel SSD. Intel SSD мы лепим сюда. Закрепить его. Или хер с ним. Ой, не так. Вот так. Давайте закреплю на один винтик. Как говорится, в жопу раненый джигит. Делико не убежит. А вот таких винтиков-то и нету. Куда я их снял? А, вот они. Вот они, мои винтики. Как говорится, в жопу раненый джигит никуда не убежит. Никуда он не денется. Даже на одном винте. У меня в компе вообще винчестер висит. На духе святом буквально-таки. Он просто висит у меня в воздухе. А вот здесь лучше бы затянуть. Я помню, в детстве всегда поражался. Зачем так много винтиков? Он же на одном хорошо держится. И, знаете, я до сих пор не устаю поражаться. Ведь оно действительно держится и на одном винтике весьма себе неплохо. Ну ладно, ладно. Два. Всё. Вот куда он денется? Никуда. Хоть ты тресни. Вот теперь самое, блин, интересное. Положить туда винчестер с помощью карточек ерундопель. Это будет непросто. Окей. Так. А он, слушайте, потолще. Его, может быть, и не надо карточки ерундопель подкладывать. Сейчас я прикину, как там. Да, похоже, его без карточки ерундопель можно туда пристроить. Фонарь. Фонарь, фонарь. Как там? О. Светим туда внутрь. Да, без всяких карточек. Я его сейчас пришпандую. Оп. Сел на направляющую. А теперь вот так вот. Оп. И... И вуаля. Он сидит. Он сидит, как влитой. Окей. Теперь надо придумать, как его там зафиксировать. С помощью, может быть, клея ПВА. Или ещё как-то. Никаких крепежей у него, конечно, тут нету. Штатных. Но мы что-нибудь придумаем. Пластилин. Во. Ну всё, огонь. Вот Intel SSD и наш Seagate терабайтный. Всё работает. Чички-пучки. Можно собирать. Короче, тут я его суперклеем немножко подклеил. Застыл он? Да, застыл. Сейчас ещё сделаю парочку прокладок. И стирательные резинки. Стирательную резинку тоже бы неплохо намазать суперклеем. Правда, я чувствую, что потом я его не выну. Ну, мне, в принципе, его не надо потом будет вынимать никогда. Проще поменять ноутбук, если он устареет. Суперклейчик, супер-суперклей. Суперклейчиком намазали резинку. А теперь засунем её в зинку. Что-то она не хочет. Оп. Оп. Прижали. Всё. Резинка там застынет сейчас. И будет очень надёжное крепление. Так. Ну, надо бы ещё пару сделать прокладочек вверх. Какой там толщина? Вот такой. Да. И сделаем пару подкладок вот таких. Вы не видите, как я режу, да? Ну, ладно. Вот так. Такие подкладки. Одно. Одной хватит, мне кажется. Вот туда затолкаем. Тут прижмётся крышкой. И он уже никуда не денется, когда разденется. Вот сюда ещё надо одну подкладку. Сейчас отмерим. Семь раз отпей, один раз отлей. Как говорит народная мудрость нам. Буквально надо срезать мулиметр. А мы её клином сейчас сделаем. Во. Чтобы она расклинивала. Та-та-ре. Та-та-та-ре. Как собрать компьютер с помощью стирательной резинки? Хи-хи-хи. Вот. И на расклин туда её сейчас запахаем. Вот. Олишку отпилим. Олишку мы сейчас отпилим. Кулибины. 21 века. Всё. Он там сидит так мёртвый, что он никуда уже не денется оттуда. Это я просто уверен. Хи-хи. На клей. Тут на клей. И тут везде распорочки. Вот сюда только он может выехать. А он не выйдет. Тоже его там это держит. Надо только как-то заделать бы вот эту щель. Надо снять, наверное, с оригинального Северома крышечку и заделать щель, а то некрасиво. Ну что ж. Погнали испытывать. Собираем обратно. Для меня только сейчас дошло, для чего были вот эти штуки сделаны. Они предохраняли вот эти дырки от попадания пыли из вентилятора. Поэтому я их налеплю назад. Ну так, чисто дырки залеплю. Потом надену крышечку, они прижмутся и нормально всё будет. Тут тоже какие-то дырки залепить. Чтоб пыль не попадала. Всё окей. Ну вот. Всё отлично. Вот и собрали. Ну а крышечку от Сидерома я снял. Теперь надо её просто посадить на клей. И будет всё красиво. Вот и всё. Как так и было. Только Сидячка теперь нет. Вместо него стоит Винчестер. Зато теперь у нас... Ээээээээ подожди еще не засохла, тварь. Ладно, ладно, сейчас я подожду немножечко. Ну а теперь все просто Стартуем с флешки И восстанавливаем систему Друзья Посмотрим как это заработает Ну а теперь наконец-то и на ноутбук Можно наклеить эту замечательную наклейку По праву На компе уже у меня такая есть Спит демон, рулит И разруливает Все, ноутбук прокачан Ну раз такая бляска пошла Немножко качнем и этот комп Поставим SSD для кэша Для того, чтобы Premiere кэшировался на SSD Мне кажется он будет работать два раза быстрее от этого И конечно мы откнем еще немножко Мозгов Мозги лишними не бывают 32 будет у нас мозга Смотрите какие красивые Это же HyperX Fury Вот это класс Вот это красота Вот это красота Вот это я называю Красотища Короче мне дико доставляет Как он включается Теперь смотрите Чпок Lenovo Чпок Windows Чпок Чпок По-моему дольше видеоадаптер подгружается Когда картинка появляется Ну-ка Белка пароль Чпок Все Включился вообще все Просто мгновенно Просто адовый огонь Чпок Чпок Возможно более уместно сравнить ситуацию Просто мгновенно Выключается тоже Чпок Все Выключился Вот это да Вот это огонь пацаны Это Intel Speed Demon 500 мегабайт Секунду Ладно Ладно Не грусти У тебя тоже Speed Demon Вот и Завершился наш процесс Даже непривычный Отвык Как там это Отвык От того что этот компьютер Может работать настолько быстро Так то он сам все хороший Как вы видите Но из-за винчестера Он ужасно тормозил Теперь у меня нету DVD привода Ты нахрен он обосрался Зато есть Компьютер Работающий Со скоростью света Практически Просто идеально работающий Просто все мгновеннейше Хоп-хоп-хоп-хоп Суперкомпьютер Я очень доволен Класс Осталось поставить все программы Ну а что касается Этого компьютера То ему тоже Немножко полегчало Во-первых Он обзавелся Немножечко Памятью Ему стало Теперь совсем хорошо Ну и конечно Я сделал Как я и хотел Два SSD Один под кэш Вот этот вот Диск Z Здесь у нас находится Файл подкачки Windows И кэш Adobe Premiere А этот SSD Это загрузочный Еще два винчестера Просто для работы И конечно Вот этот вот Агрегат для хранения данных Но я вообще не подключал Ну это дело техники Он работает проверенный В общем Друзья Вот такой маленький прокач Мои покупочки Или как Баба-блог Мужеблог Точнее Всем спасибо За просмотр Ставьте лайк Если вы любите технику И до новых встреч С вами был Андрей Нефедов Посмотрите предыдущие ролики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok